добрый 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 день добрый добрый вечер доброй доброй ночи у кого какое время у кого какая страна с вами снова я ваша вивьена здравствуйте мои дорогие любимые мои друзья мои подписчики мои гости канала приветствую вас если вы зашли по уведомлению тогда проверьте колокольчики у кого уведомление не приходит они должны быть черного цвета темного такого цвета youtube их сбрасывает если кто посмотрел видео по рекомендованным это вам знак я очень буду благодарна вам и вам тоже будет здесь интересно подписывайтесь на канал и ставьте темный колокольчик я благодарна вам за донаты которые вы присылаете я благодарна просто за то что вы смотрите видео это общий расклад я делаю общие расклады я перестала делать расклады по вариантам потому что варианты притягиваете вы к себе потом ли всем подряд смотрите вообще каши в голове происходит посмотрит даже писали о я все пять посмотрел все пять подходит так не может быть так не может быть поэтому общий расклад он дает большую характеристику он дает ситуации общие расклады этой ситуации и вот вы сейчас смотрите независимо от того, сколько вам лет, кто вы по профессии, кто вы по статусу. Этот расклад для всех. Сегодня у нас будет такой расклад, самое точное гадание, стопроцентное гадание, как вы на него влияете и как он влияет на вас. Смотреть могут все. И те, кто замужем, и те, кто в отношениях, и те, кто расстались, чтобы посмотреть, какое было влияние, и те, кто еще не встречается, чтобы узнать, что какой приходит мужчина и как с ним вести. И что такое карты? Они предсказывают, они гадают, но вы можете сами все изменить. Потому что я стараюсь вам сделать все расклады, мои расклады, они на радость, на покой, на позитив. Мой голос, он лечит, даже во всех раскладах, независимо, что есть на каналах, на моих у меня два канала, есть еще второй, Вивиена и Жизнь, независимо, что ритуал это, онлайн ритуал, мой голос счищает с вас негативы. Тот, кто засыпает при моих раскладах, значит, есть какой-то негатив. Потом смотрите много раз, разные видео это проходит. То есть этот негатив, этот сглаз с вас снялся, это депрессия. После моих раскладов или во время моих раскладов многие плачут. Это именно слеза очищения. Запомните, когда мы начинаем плакать, когда вы приходите к ясновидящей предсказателю, вы начинаете плакать, это счищается негатив. Каждый, кто смотрит видео, каждый по-своему увидит ситуацию. Каждый услышит то, что он хотел услышать. Или очень часто бывает, что именно вы хотели вот это услышать, вы это услышали, а истину вы не услышали. Поэтому я говорю, иногда нужно пересматривать расклады, чтобы понять истину. И в каждом раскладе я всегда говорю, что каждый расклад, это у нас карта Ленорман, карта Ленорман смотрит и Таро, но в каждом раскладе есть эзотерика. Эзотерика. То есть я вас программирую на радость, на покой, на радость, на счастливую жизнь. А надо смотреть в счастливую жизнь счастливыми глазами, идти по светлому пути вместе со мной. Я всегда вам говорю, радуйтесь и удивляйтесь, радуйтесь и удивляйтесь. И сначала мы будем смотреть его характеристики, то есть что с ним, а потом будем смотреть, как вы друг на друга влияете. Ну, сначала будем, как обычно, я смотрю мужчину, что у него сейчас, или его там характеристика. Ой, вот карта. Что-то он на перепутье дорог. Сам не знает, что ему надо. Ну, ищем его. Давайте его искать. Вот он у нас вышел. Вот он у нас вышел. У некоторых мужчина будет несвободный или на него влияют какие-то отношения. Я говорю, иногда это бывают родственники, мама. Иногда это действительно у человека какие-то отношения помимо вас. Но это в голове еще может быть, что есть какой-то враг. И вы тут выпали. О, удачи. Вы тут выпали. Вы здесь выпали. Видно вам? Да, видно. Потому что нужно смотреть значение карт. Карта Ренорман – это удивительные оракулы, которые предсказывают, просто разговаривают. И я вхожу в этот поток и дальше вам все говорю. Что у мужчины сейчас? Мужчины сейчас… Знаете, есть какое-то влияние женщины. Это женщина. У кого-то это будет, что человек несвободный. У кого-то будут, возможно, может быть, прошлые отношения. Может быть, в семье давят. У некоторых даже будет на работе. Что есть кто-то, кто вообще ему мешает в жизни. Мешает ему встать на ноги и с прямой спиной идти вперед. Что сейчас у мужчины? Мужчина стремится к какой-то любви, к сердцу, радости. Но, может, поездка какую-то хочет или с кем-то встретиться хочет. Может быть, и с вами, потому что вы вышли, вот вы сразу внизу. Но что-то ему мешает. Вот видите, какой-то столб ему мешает или женщина ему мешает. Посмотрите, как выходит, что есть какая-то женщина, которая на него влияет и которая ему тоже дорога, потому что карта сердца. И есть вы. И к вам тоже у него есть чувства. И вы у него ассоциируетесь как с какой-то маленькой девочкой. Но на данный момент почему-то вот как будто вы далеко, как какая-то далекая звезда, точка там на небосклоне. Вот когда смотрим, вот они звезды, а до них же как долететь далеко? Что еще у мужчины сейчас? Мужчина решает какие-то муниципальные дела. Мужчина, некоторые как бы закрыты этим. Может, у кого-то кредиты, может, кто-то закрыт где-то, может, у кого-то действительно проблема в суде или еще где-то. И он их решает, но это долгосрочные какие-то перспективы, долгосрочные дела, или давно уже они двигаются. То есть давно они. Так, что еще у него? На данный момент у человека, вот как бы, знаете, вот он хочет открыть свою сердечную чакру для любви, для отношений, для бизнеса. Потому что сердечная чакра тоже дает, когда любовь и деньги, это всегда в одном флаконе, это энергия. Но что-то закрывается, понимаете, он как бы отворачивается, или его кто-то отворачивает. Не все идет так, как он хочет, все замедляется, замедляется. Вот вроде исполнения желаний, и опять какое-то замедление, промедление. Вот такой вот он на данный момент, когда вы смотрите, осмотреть можно онлайн-расклады в любое время, независимо, когда они были сняты, в любое абсолютно время. Сейчас, через год, через три, осенью, зимой, летом, не важно. И если вы по рекомендованному увидели, то знаете, это знак дали ангелы. А со мной говорят ангелы. А некоторые вообще про меня говорят, вы как земной ангел. Я действительно всем удивляюсь и восхищаюсь. Я радуюсь, когда у людей какие-то приобретения. Сосед купил машину, у них трое детей. Я радуюсь, как будто я купил. Моя подружка прошла собеседование и пошла на ту работу, которую она хочет. Моя другая подружка в суд присудил ей выдать муниципальную квартиру, а у нее очень много детей на опеке. И вот, понимаете, я за это радуюсь, как будто это мне дали, как будто это я выиграла. И ко мне Вселенная за то, что я вот так вот посылаю и вас так учу без злости жить, а жить, не завидовать, что, ой, она купила новые сапоги такие, а, да, а я не могу, как это она, она что. Нет, я всему радуюсь. Радуюсь и восхищаюсь этими людьми. И ко мне приходит это тепло в жизни. Вот такой он. Это мы посмотрели, какой он, пока его отложим. И вас учу этому, и кто у меня на канале долго, действительно говорят, что очень большие изменения произошли, потому что я даю вам не просто надежду, а даю вам волшебный пендель жить для себя, делать все для себя, любить себя замечательную, и тогда вас будут любить тоже. Как нужно вести себя с мужчинами, потому что неправильное толкование дает неправильный результат. У мужчин на первом месте, когда вы в отношениях, на первом месте всегда работа, бизнес, его род, семья, мама, а вот жена и вот другие женщины, такие, то есть, которыми отношения, это уже туда дальше. Так устроены мужчины. Но когда он приходит домой, вы становитесь ему первой, на первом месте. А чтобы вы были на первом месте, должно быть тепло, обнимашки, целовашки, доверие и гармония. И именно от женщины это исходит. Вы начинаете мужчину воспитывать, воспитывать, то надо то, то надо то. Мужчина открывает дверь, идет к дружкам и чаще всего пьет, а некоторые просто идут в загул, в какой-нибудь, к дурочкам, в переулочке. И это, это есть у женщин. Вы не должны быть судьей, а ваш мужчина не должен быть на скамейке подсудимых. Вы должны быть равными, вместе. У каждого свои обязательства, и у каждого есть свои права в отношениях и в семье. Так, а теперь ищем вас. А вы сразу вышли. А вы затаились. Кто-то у меня маленькие ведьмочки есть, которые прибегают к законам эзотерики. Я не говорю, что делают там привороты и все. Есть эзотерические законы, философия эзотерики, и когда вы ее поймете, вы поймете, что жизнь дает краски радуги. Что у вас? Вы вот вышли, что вы сейчас как бы замкнулись, как человек в футляре, вы как-то замкнулись. Вам надо быть похитрее, что ли. Какая вы... Да, у кого-то действительно, у кого-то есть какие-то тайны, которые вы сейчас не открываете, не скрываете от домашних, от своей семьи, вообще от своих даже друзей. Тайны, которые ваши. Вы женщина, которая умеет быть верной, которая может быть другом, которая может хранить тепло в своем очаге, варить борщи. Ну, кто-то варит борщи, кто-то не варит. Ну, просто тепло. Я образно говорю, вкусно готовить. Не все умеют вкусно готовить. Это тоже дар божий. Какая вы? Вот знаете, сейчас что-то идет такое, как будто вас внутренне обидели или какая-то обида внутри. Она обиженных в воду возит. Надо выходить из этого скафандра. Кто-то действительно... Карта смерти и карта книга, это таинство, это учение. Кто-то начал изучать, возможно, карты Таро, возможно, действительно, законы и татарики. На какие-то курсы пошел или сам книжки покупает и изучает. Меняется ваше мировоззрение. Меняется ваше мировоззрение на Вселенную, на мироздание. Давайте еще посмотрим, то, что выпало так в конце. Что еще у вас? Какая вы? Вот понимаете, а вы? Вы как букет цветов благоухающий. Независимо, сколько вы весите. 45 килограмм, 105 килограмм, 80 килограмм, 60. Какого вы роста? 2 метра или метр пятьдесят. Неважно. Вы благоухающий ароматный букет. Полевых цветов, таких вот настоящей какой-то свежести. Вы умеете дарить людям радость. Но сейчас почему-то вы замкнулись. Еще что? Карта лилии. Карта благородства. Карта семейная такая карта. Карта, может быть, которая медленно. Но это говорит о ваших положительных качествах. Вы сейчас скажете, нет, я замкнулась. У меня там и в депрессии я некоторые скажут. И я злюсь на этого мужчину. И что-то я прям вообще... А внутри-то вы такая. Вытащитесь из своего скафандра. Вытащитесь в свет. Подышите. Там же дышать невозможно и темно. Да, нужно стать... Как раз я говорю, вы много чего-то отдаете людям, потому что карта собаки. Отдаете и мужчине, и другим людям. Научитесь быть хитрее. Научитесь быть стервой. Где-то эгоистской для себя. Потому что вы благоухаете для всех. И букет благоухает. И лилии благоухают. Но учитесь давать себе. А не только. Для дома, для семьи, для него, для любимого. Вы очень многое отдаете. А теперь, когда вас обидели или недопоняли, вы закрылись. А не надо, надо открыться. Вы же такая замечательная. Вы просто замечательная, необыкновенная. Ну и теперь вот вы смотрите друг на друга. Смотрите друг на друга. Я отложу карту Ленорман. И мы будем смотреть уже по другим колодам. Сначала я буду смотреть на вас. Чтобы интригу держать. Потому что как он... Если вам подходят эти характеристики, то смотрите дальше, как вы на него влияете. И как он на вас влияет. Вот сначала будем смотреть, как вы на него влияете. А потом на него. Потому что эта интрига про него интереснее же. Как вы на него влияете. А возьму даже не Таро. Возьму... Ну это мифологические карты. Давайте посмотрим на них. Они тоже очень-очень интересно рассказывают. Как? Видно у нас? Как вы на него влияете. Хм... А я говорю, вы тут воспитатель. Воспитатель. Посмотрите, как вы на него влияете. Вы хотите, чтобы... Ну как-то вы были на пьедестале. Или чтобы хотите, чтобы у вас уважение было. Но понимаете, вы... Вот здесь есть ошибка ваша у многих. Вы действительно его каким-то образом пытаетесь воспитывать, чего-то ему говорить. И даже можете как бы проглотить. Но здесь с другой стороны и мужчина тоже начинает себя так вести, что вы готовы... Сейчас проглочу тебя, как лягушку. Как вы на него влияете? Вы влияете на этого человека, чтобы он поднимался вверх. Вы даете ему силу, как печка дает тепло, чтобы... Чтобы испеклись вкусные пирожки. Как вы на него влияете? Вы влияете на него действительно, что человек... Вот здесь еще такое, что... Вот вы пытаетесь ему отдать всю свою силу. Всю свою силу. Вы держите его за руку. Вы хотите отдать ему эту силу, отдать, что как Медея Ясон. Помогать ему все время, опекать его все время. Вы влияете, да, кажется, я буду его опекать. Он там вот так надо поступить, надо вот так поступить. Нет, надо вот так поступить. Ты с Васькой не общайся. Ты там с этой не общайся. Вы все время его опекаете как-то. Некоторые скажут, да нет, я не делаю это. Женщины очень часто не замечают. Это внутренняя Ваша. Как вы на него влияете? Ну, вы влияете на него так, что человек... Вы даете ему вот эту силу, и человек может подниматься по карьере вперед, по работе вперед, в жизни вперед. Он пытается забраться на вершину, потому что вы даете ему эту силу. Но в то же время, когда бывает у вас очень сильная опека, то мужчина взрывается. Мужчина взрывается. Ему это не нравится. То есть это его обижает. Он же и сам взрослый человек. Поэтому отодвиньте эту какую-то опеку. Как вы на него влияете? У кого-то будет расстояние, у кого-то разногласие. Как вы на него влияете? Посмотрите, как вы на него замечательно влияете. Как вы на него влияете? Буду вот так карты класть, чтобы вам было лучше видно. Как вы на него влияете? А вы влияете на него... У кого-то расстояние, даже когда рядом нету его, вы всё время думаете, а где ты? А что ты? А с кем ты? А где ты там, если далеко? А если ты пошёл на работу, то кто там около тебя крутится? А если ты поехал в командировку, то какие там бэ около тебя крутятся? Как вы ещё на него влияете? Вы даёте ему, да, вот тут уже не воспитание. Вы даёте ему советы, он когда советуется с вами или пытается получить совет, то он знает, что вы можете сказать какие-то мудрые вещи, не воспитание-то, а мудрые вещи, которым он может прислушаться. То есть вы его какой-то щит. Вот понимаете, как вы на него влияете? Вы его щит. Как ещё вы влияете на него? Ну, у кого семейные отношения или вообще отношения? Или вообще отношения? Ну, тут... Ну, вы его очень любите. Вы его любите, вот как говорю, чуть ли не как Бог. Ну, мой дорогой любимый, чуть ли не как Бог. Вы его действительно любите. Вы его любите и душой, и сердцем, и телом. Даже кто разошёлся, будет, нет, мне уже он не нужен. Раз вы уже смотрите, значит, ещё в сердце что-то капает, значит, в сердце есть. И вы его действительно любили или любите. У кого семья, то действительно хотите, чтобы быть вместе, всегда вместе. Но у мужчины есть обязательства. Мужчина должен зарабатывать деньги. А на это уходит много времени. Он не может всё время быть с вами вместе. И вы на него смотрите. Или начинали когда смотреть, как на Бога. Как на Бога. Он действительно воплощение. Вот для вас это любимый мужчина, мужчина ваш. Вот видите, Бог тот. Посмотрите, какой красивый этот Бог тот. В своём обличье. Для кого-то этот красавец, как я говорю, метр пятьдесят. Для кого-то красавцы два двадцать ваш. Кто-то такой стройный, а кто-то такой пузатенький. Как будто 10 литров пива выпил. Но это всё равно ваш любимый. Ваш любимый человек. Кто-то лысый, кто-то кучерявый. Кто-то голубоглазый, кто-то кореглазый. И здесь идёт, как вы на него влияете. Вы всё время пытаетесь заботиться о нём. Всё время думать о нём. Но знаете, такое состояние, оно говорит, ну вы же не нянька, вы же не его мама. Вы не его тётя. Вы его спутница жизни. Жена или просто женщина. Кто смотрит, у кого нет отношений, то вот не делайте таких ошибок. Вы действительно к нему очень сильно прилиплись. Есть какая-то вот привязка. Даже когда мы прекращаем отношения, помните, я говорила, убирайте привязки. У меня есть такое видео. Есть ставы, как делать. Есть методика с сэндвичем, с бутербродом, как я говорю, с червяками. И есть действительно ритуал убрать все привязки. Пожалуйста, смотрите его. Нельзя никому привязываться. Нужно быть достойной самой себя. Ваше высшее я. Вы сейчас скажете, да нет, я не такая. Да и вообще, и он там не такой. Вот, понимаете, есть высшее я наше. Я в том раскладе, на другом канале сделала видео, оно вышло. Посмотрите его, оно действительно очень интересно. А есть негативное наше я. Это что? Это то, что догмы, которые нам дали в семье, в обществе, правила какие-то, которые мы решили, что эти правила, они основа. А на самом деле нет. И это надо отцепить. Давайте еще посмотрим, а как вы влияете. Вот хорошо, вы почему-то думаете, вы к нему действительно прилеплены, вы действительно его любите. Вам кажется, что этот мужчина, это ваша часть жизни. Вы по жизни, по судьбе. Даже если вы разошлись. А почему вы так думаете? Вам очень важно, чтобы была семья, чтобы были как-то все вместе и родственники. Вам это важно. И вы смотрите на него, как на Бога. Как на Зевса. Вот тут Бог тот. Так, тот. Почему как? Знаете, вот у многих будет в отношениях, вот вы именно в отношениях, вы в отношениях, здесь будет такое, что вы на себя взяли большую ношу. Вот что сама сделаю, это сделаю. А нужно просить у мужчины помощи. Вот вышла карта мага. А карта мага, наиболее, тут некоторые будут маленькие ведьмочки, которые смотрят. И это так будет говорить о том, что вы действительно, то есть обволакиваете его сами, обволакиваете его, даете ему толчок такой вверх. Но вас нельзя обманывать, потому что если маленьких ведьмочек обмануть, то они могут выпустить свои коготки. И почему вы вот так привязаны, вы как близнецы, братья, у кого-то вот действительно человек по судьбе, кармические отношения из прошлых жизней, души встретились. И вот почему вы так думаете? Потому что вы пытаетесь как-то контролировать, контролировать эти отношения. Это немножко ошибка, не надо никого контролировать, надо идти рука об руку с уважением. Почему вы на него смотрите, вот как на Бога, можно сказать. Ну, я так сказала. Ну, любите вы его. В душе он у вас есть. Но вы иногда так злитесь, или он каким-то образом раздражает вас, как вы на него влияете. А вы на него и влияете так, чтобы человек поднимался вверх. Вы смотрите на него, как действительно на что-то, на олицетворение, как на иерофан. Он там тут не иерофан, тут карта то-то. Почему? Потому что это дает вам надежду. Это дает вам надежду. И на самом деле почему? Да потому что вы его любите. Потому что вы его любите. Девятка кубков. Потому что вы его любите. И не отрицайте, конечно, пишите в комментариях, я все время говорю, не рассказывайте своим подружкам, своим друзьям, и даже маме, там, родителям, о том, что с вами происходит. Особенно подружкам. Вы негатив, они негатив вам дают. Они начинают завидовать. Не рассказывайте о своих отношениях. Она, эта подружка, видит этого мужчину вот так. Ваша мама видит вот так. Родственники видят вот так. Им, может быть, не нравится. А плевать на них. Пфи! Важно только то, как вы об этом мужчине думаете, и что вы ему даете, и как вы на него влияете. Конечно, вы влияете на него тем, что вы действительно любите. Есть ошибки, но у всех есть ошибки, их надо исправлять. Не надо так опекать его, не надо все время думать о нем. Где ты, что ты, как ты, с кем ты, почему. Еще вы его любите, и у вас есть надежда, и вы действительно... Вы действительно не просто так встретились в жизни. Я не говорю, что вы по судьбе. Нет такого по судьбе. Мы сами строим жизнь, сами строим отношения, сами их рушим. Поэтому, когда захотите сказать что-то резкое, как я говорю, посчитайтесь до 10, а может быть и до 100. Чтобы ничего не сказать такого. Эмоционально вы можете высказать что-то, и получается потом, кто кого сожрет. Крокодил, кто будет крокодилом, а кто будет... кто будет жабой. Ну, здесь у вас любовь есть. У него тоже любовь к вам есть, потому что выпала карта Медея и Исон. Кто знает мифы, знает, как Исон победил и выиграл эти три соревнования, и как Медея ему в этом помогала. И он действительно любит, и вы действительно ему даёте очень много, отдаёте себя, вы очень много отдавали, отдаёте, будете отдавать. Кто его смотрит, смотрите по ситуации, потому что каждый смотрит в свою ситуацию. Хорошо, вот это мы посмотрели, а теперь давайте мы посмотрим на других картах, не знаю, какие взять. Давайте всё-таки вот эти возьмём. А как он? Понимаете, это мужчина, который должен был в вашей жизни встретиться по-любому. Я всегда говорю вот как-то положительно, даже когда вы проигрываются карты отрицательно, я всё равно говорю положительно. Карта не панацея, можно исправить, можно исправить ошибки. Я делаю вам программу на добро, на светлый путь. Иногда некоторые пишут, ну вы как сказку рассказали, а все сказки всегда сбываются в реальность. Я вчера посмотрела фильм, сегодня досматривала, забыла, как называется. 19-й год, снятый в 19-м году, а там события, которые сейчас происходят у нас в мире. Великий режиссёр и великий сценарист. А теперь будем смотреть. Будем смотреть, как он влияет на вас. Не слушайте своё негативное внутри. Слушайте своё подсознание. За 3 секунды, за 15 секунд мы всегда, всегда у нас идёт правильный ответ. Это ангелы нам шепчут в ухо. Дальше начинается разум, вот это вот негативное. А вот такой, а вот сякой, а как я могла, а как вот это. Не надо ничего. Просто слушайте своё сердце и слушайте ангелов, которые около вас летают. И феечки тоже. Так, давайте смотреть. Убирайте эти негативные мысли. Как он влияет на вас? Не очень-то хорошо влияет на вас. Как он влияет на вас? Мужчина любит вас. Как он влияет на вас? Вот понимаете, мужчина очень такой вот странный. С одной стороны, он очень любит вас. А с другой стороны, он влияет на вас. Карта смерти. И карта, которая, говорят, бежит от любви. Как он влияет на вас? Бежит от любви, потому что я вам сказала, не воспитывайте его. Не воспитывайте. Не надо всё время следить. Где ты, где ты? Садмиди харби джо. Садмиди харби джо. Так где ты, где ты? Наши женщины так всё время. Каждую секунду звонят и всё спрашивают. Когда мужчине надо налево сходить, он хоть спрашивайте, хоть не спрашивайте, всё равно найдёт время, когда вы отойти. Как он влияет на вас? Он влияет на вас не очень хорошо. Понимаете? Он как-то внутренне убивает вашу любовь. А почему? А он тоже любит, но он не хочет опеки. Он не хочет, чтобы его всё время контролировали. И он общается с вами, его тянет к вам, и в то же время он хочет и убежать. Но всё, устал, устал, не могу, хочет убежать. Отойдёт от меня с этой прилипчивой любовью. Вот так он влияет на вас. И у вас в сердце он убивает вот эту любовь. Но он любит. Он любит. Король кубков. Но короли кубков, это же какие, это же мачо, это альфа-самцы. Так они о себе думают. Как он ещё влияет на вас? А с этой стороны даже хорошо. Как он ещё влияет на вас? Понимаете, он использует ваша... Вот... Ой, карту пала. Он использует вашу любовь. Он использует вашу любовь. Он видит, как вы нервничаете, как вы... Как вы страдаете. Видит, чувствует. Потому что... Вот вы сейчас смотрите расклад. Я говорю, у нас всё в электронах, всё в ионах. Вот как химическая реакция. Я заканчивала Менделеевский университет. Всё в этих ионах и электронах. И вот туда-сюда, туда-сюда, плюс-минус. Вот, допустим, обыкновенная... Обыкновенная соль. Натрий, хлор. Натрий плюс один. Хлор минус один. Плюс один. Минус один. И соединились. Натрий – это металл. А хлор – это газ. И они соединились и создали такое вещество. Соль. Минерал. Вот точно так же и здесь вы. Он минус, вы плюс. Но ему, понимаете, вот как он влияет на вас. Вот эти страдания, которые он в вас вызывает, вот он как-то настраивает, что ли. Он может или колкость сказать, или то пришёл, то пропадёт, то потом опять о любви поёт. Соловей ты наш. Но этим он делает только лучше вас. Вы становитесь мудрее. Вы становитесь королевой мечей. Не королевой копков, который вот всё здесь отдаёт. Вот он вас, ну, может быть, немножко, чтобы вы стали жёстче. Чтобы вы так не реагировали. Может быть, где-то проигнорили его тоже сами. Как он влияет на вас. Но здесь он вызывает у вас страдания. И вот это вот как раз негативное. А это негативное надо убрать. Перестаньте быть вот этой ему мамулькой или нянькой в ясельной группе. Попу ему прекратите подтирать. Ещё раз говорю, никогда не помогайте мужчинам материально. Мужчины сами всего добьются. Женщина помогает советом, любовью, верой. Восхищением своего мужчины, что он. Ты будешь, ты добьёшься, ты самый лучший, ты молодец. Всегда с улыбкой встречать его, когда он приходит. Независимо, в каком состоянии или как. С улыбкой. Может быть, устал, не хочет говорить. Пусть сначала полежит. Накормите его супчиком, котлеточками. Просто пусть полежит, отдохнёт. А потом он всё расскажет. Так, как он ещё влияет на вас. Ну вот, как он влияет на вас. А знаете, как он влияет на вас? Что вы можете сказать? Понимаете, тут действительно мужчина, который, может, то придёт, то уйдёт, может быть, и расстояние есть, и, может быть, сейчас и разные страны, ситуация такая. Ну, как он влияет на вас? А знаете, он говорит, он вас делает железной леди, Маргарет Тэтчер. Он вас делает сильной, и вы... Вот он влияет вроде негативно, но это даёт вам толчок, как я и говорила, я вам даю волшебный пиндель. А тут он тоже, он здесь делает настоящий пиндель. И от этого вы взлетаете высоко-высоко. Вы становитесь самодостаточной. И вы сами можете сказать, да я сама тебя, фи, если ты будешь на меня так влиять, я сама тебя отдалю. И так с болью посмотрю, да, с болью. Ну и что ты меня любишь? Ну, ты мне причиняешь боль. А я хочу триумфа. Вот он влияет, он хочет вас, может быть, где-то обидеть, уколоть, или обижает, или колет вас чем-то. А вы становитесь от этого крепче и сильнее. Вы становитесь действительно... Вот в нас есть и женское, и мужское. Всегда в нас... Мы бываем иногда, как мужчины поступаем, мужчины поступают иногда, как женщины, потому что у нас есть всегда и мужское, и женское начало. И он вас, как бы, принижая, унижает вот это вот негативно, а вы встаете и как феникс из пепла. И опять вы жар-птица, которая дает свет и себе, и людям. Как он еще влияет на вас? Вот понимаете, здесь может быть человек жадноватый на деньги. Или, ну, просто, может быть, не очень. Вот как он влияет на вас? Говорю, он влияет на вас не очень позитивно. Он сам духовно ниже вас. И вот вы должны его поднимать вверх, вы должны его вверх поднимать. И как он влияет на вас? Ну, понимаете, вот это вот идет, что вы вырываетесь из этой клетки, из какой-то, и идете вперед, и у вас все получается. Он хотел бы, чтобы было наоборот, а получается как раз, как раз не то, что вы унижены, оскорбленные, а вы поднимаетесь вверх. И его это как-то злит. Вот это он влияет на вас. Но человек любит вас. Человек тоже страдает. Он как король кубков. Он любит вас. У него есть любовь тоже. Но какая-то своя по-своему. Он любит вас. Девятка кубков. Но в то же время он любит и бежит от любви, когда очень надоедливо. Ну все, замучила, надоела. Все пишет и пишет. Дай хоть отдохнуть. Все говорит и говорит. Все что-то воспитывает. Все чего-то хочет. Потому что очень часто мы от мужчин хотим то, чего они не могут дать. Вот этот мужчина не может вам дать то, чего вы придумали. Как я говорю, вот это негативное я, вот эти догмы, которые вам сказали, вы должны быть первая у него. Вы первая, когда он приходит домой. А там в обществе у него есть обязательства, права. Он выполняет карьеру. И он хочет, он действительно хочет как-то заработать деньги, показать, что он может зарабатывать эти деньги, он может идти вперед. Вот это он хочет показать. Это вот влияние тоже на вас есть. А с другой стороны, он вас научил, как подниматься вверх. Кто-то действительно пошел обучаться, получил новую профессию. Кто-то открыл бизнес, кто-то стал в Ютубе заниматься бизнесом. Ютуб – это бизнес. Ютуб – это бизнес. Это обыкновенный бизнес. И это надо понимать. Это не просто видео для вас снимают. Есть партнерская программа, где не каждый блогер, а тот, которому позволено, который добился определенных результатов, Ютуб принимает в свою программу, в свою партнерку. Давайте посмотрим, какой совет. Вот сначала мы вам. Какой совет вам? Что вам вот как-то предпринимать? Ну, я вам уже сказала, что вам предпринимать. Какой совет вам? Ну, я говорю, некоторые действительно. Действительно. Ведьмочки, совет вам. Карта. Старик смотрит в золотой шар. Обратиться, возможно, за предсказаниями лично. Обдумать всё. Продумать. Взвесить. Взять лист бумаги. Написать, как вы поступаете. Чего такое и чего такое. Убрать что-то ненужное, негативное. Мысли негативные убрать. Вот вам что, какой совет. Какой ещё вам совет даёт? Уметь разговаривать. Уметь обсуждать. А не только настаивать на своём мнении. Я права, потому что я права, потому что я права. Вот и потому что я права. Нет. Нужно научиться. Вот это, как я сказала, про Ютуб партнёрство. Вот партнёрство. Ещё какой совет вам даёт? И совет даёт. Потому что если вы будете так вот как-то давить, вот так его обхаживать, забывая о себе, то потом вы будете как собачка искать прибежище. Вот такой совет даёт карты. Потому что здесь мужчина, какой бы он ни был, мужчина здесь действительно любит по-своему. Любит он. И любовь у него есть. Да, он может быть очень эгоистичный, может быть манипулятор у кого-то, хочет поддеть, ещё что-то. Но мужчина здесь любит. И чувства у него есть. И то, что он страдает без вас. Если вы сейчас разошлись или как-то отдалены друг от друга, он от этого страдает. Он пытается закрыться работой чем-то, но он страдает. Он без вас не может. Он плетётся за вами. Он плетётся за вами. Вы влияете на него в большей положительной степени, чем он на вас. Он вас как-то пытается принизить или сделать как-то ниже вас. Потому что он мужчина, я же мужик. А от этого вы только поднимаетесь вверх. И какой совет ему дают карты? Ему совет дают всё равно, чтобы он... Ему совет дают... Он вас очень действительно желает и физически. Он вас очень желает физически. Кому-то прям стремится и хочет поехать. Какой ему даётся совет? Не перегибай палку, могойка. Не перегибай палку. Должно быть всё по справедливости. Подумай, что женщина... Это мужчине дают... Подумай, что женщина – это тоже человек. Курица не птица, баба не человек. Женщины вообще по-другому воспринимают мир. И запомните. Никогда не чувствуйте, что вы женщина, и это вам не повезло родиться. Мы даём планете Земля будущее. Это от нас рождаются дети. И мы можем родить детей, и даже без них. В Библии об этом сказано. Только пока люди... Они умели это делать, когда были амазонки, вот цивилизация, где управляли планеты и Земля женщины. Это забылось. Теперь нужно соединиться в яйцеклетке со сперматозоидом, и тогда получится чудо. Ребёнок. Вот такой совет дали ему, что не надо перегибать палку, и он вас слышит. Я вам ещё раз говорю. Вот вы смотрите расклад, вы думаете о нём, и он подсознательно вас слышит, он чувствует у него импульсы, вспоминает в этот момент о вас. Что-то ещё. Поэтому делайте вызовы на моём канале, на другом канале делайте вызовы. И теперь мы вот что посмотрим. Теперь мы посмотрим совет для вас двоих. Неважно, в каких вы отношениях. Ещё раз говорю, неважно. Совет для вас двоих, потому что вы не просто так встретились в жизни, не просто. Карта Бог — это не просто две карты Богов. Пан и Тот. Не просто так. Они у вас вышли. Вы на него смотрите, как на Бога. И вы даёте ему эту энергию движения вперёд. Ну, может быть, чуть-чуть тоже перегибаете палку, давите там, воспитываете его. Но любовь здесь есть. И если вы вот всорили что-то, то здесь можно как-то восстановить какие-то отношения. Он за вами следит, карта выпала. Давайте совет, который для вас. Ну, какой он совет для вас? Мужчина под солнцем. Какой совет? Посмотрите другими глазами. Снимите солнцезащитные очки или розовые очки. И посмотрите, карты выпали. Вот он, этот мужчина. Потому что его здесь масть идёт. Какой совет? Снимите все очки и посмотрите на солнце. Потому что этот мужчина дан вам не просто так. Возможно, у кого-то нужно пройти эти уроки, был дан этот мужчина. Потому что в жизни всё имеет начало и конец. Но здесь, может быть, место у многих будет, что можно эти отношения сохранить, гармонизацию в отношениях создать. Просто какие-то свои ошибки исправить. И чтоб он исправил. А для этого надо разговаривать. Какой ещё совет вам даёт карты? И вот тайна. Некоторым действительно даётся совет, что нужно будет прибегать к эзотерике. Это не значит, что привороты, девочки. Вы все считаете, сексуальные привязки, привороты, всё, больше ничего делать не надо. Только это. Нет, эзотерика – это восприятие мира, философия. Восприятие мира, когда Вселенная, вот вашу любовь, она принимает, вы её отдаёте вверх, и вам она даёт и личные там, и духовные, и материальные блага. Какой совет даётся вам? Потому что вы для него карта Папеса, карта Жрицы. То есть вы для него действительно такая таинственная женщина, сильная женщина. Найдите общий язык, потому что между вами карта Солнца. Солнце, которое светит и освещает путь, которое согревает планету. Она даёт маленькому зёрнышку подняться вверх, дать росток, распуститься и дать семена. Вот какой вам совет. Не надо всё рубить с плеча, не надо ничего рубить. И если есть возможность ещё, потому что смотрят расклад разные, разные люди, разные ситуации, разные девочки, разные мальчики, нельзя рубить с плеча. Если смотрите мужчины, то вам даётся флаг в руки, осветите путь к своей возлюбленной, к этой таинственной, замечательной женщине. Если смотрите вы, девочки, то вот он этот ваш мужчина, король монет под солнцем. Солнце же тоже похоже на золотую монету. Поэтому это вам решать, потому что это ваша жизнь. И здесь есть, идёт такое, что, возможно, гармонизация. Нужно вместе поговорить, сесть за стол. Если вы в ссоре, есть возможность, чтобы как-то восстановить эти отношения. Если вы на расстоянии, пишите друг другу, не блокируйте, пишите, поддерживайте отношения. Выходите на видеозвонки, всё время общайтесь, потому что, когда на расстоянии, расстояние очень часто убивает любовь. А нужно всё время поддерживать, всё время этот огонь, огонь. Вот эта игра, именно женщина-стерва умеет играть. Научитесь играть. Научитесь тоже чуть-чуть манипулировать. И тогда вы получите результат. Манипулировать это не совсем плохо. Мы все играем. Вся наша жизнь – это театр, и мы в ней актёры. Помните? Ви Артмане. Многие даже и не помнят, и не знают. Кто старше, тот, конечно, знает. Вот какой вам совет. И как вы влияете на него, и как вы, вот я ему говорю, что здесь нужно убрать какую-то опеку, вот эту, какой-то контроль. А ему надо убрать то, что он, может быть, он отвечает на этот контроль, так вот, какой-то, где-то, может, агрессивностью, где-то каким-то неудовольствием, чтобы сбежать на время. Но в то же время он не может без вас. И с кем бы он на данный момент не был, и где бы он ни был, то человек всё равно думает о вас, и он страдает о вас. Вот такой был расклад. Очень рада буду, если вы напишите комментарии, если вы в этих комментариях общаться будете. Пишите свою боль в комментариях. Не рассказывайте своим друзьям и подружкам, потому что они позавидуют, и у вас будет ещё хуже. Не пишите о том, какой, я говорю, не надо, я сегодня одну женщину просто убрала с Украины, потому что украинская фамилия, по-украински была написана. Она всё время писала, вот, гады, там ещё что-то, я уже не выдержала. Не надо такое даже читать вам. Если она вся в злобе, пусть она в этой злобе, в своей бочке злобной, там сидит, закроется, и пусть сидит, и там пукает, и нюхает свой пук. Не надо никакой злобы, как бы нам было не тяжело. В расставании конфликта, это всегда тяжело, всегда можно найти общий язык к любому человеку, особенно, когда любите. И всё, что нам не даётся в жизни, от нашей отношения, это всегда не даётся просто так. Ангелы нам дают путь на то, чтобы мы стали сильнее, мудрее и чище духовно. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто не подписался. Я очень рада. Всех вам благ, любви, радости и здоровья обязательно. Пока-пока. С вами была ваша Вивьена. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok